Ребята, смотрим внимательно. Смотрите, у меня луч, он идет вдоль стены. 32 я сделала из малярного скотча по широкой части, по прямоугольнику себе марки. Верх, середина. На скотче нарисовала 32 миллиметра. Поскольку я выяснила, что вот когда я приставляю сюда вот это правило, вот самая выступающая у меня вроде как точка снизу, вот она. Я ее пометила карандашом, потом перенесла 32 по всей длине. Теперь, ребята, смотрите, что я делаю. Я вырезала тут маяк короче, потому что там розетка от плиты. Пришпандорила, сделала шлепки ротбанта. Сейчас обратно маяк, прижимаю, потихонечку вдавливаю и смотрю, где у меня эти 32. Черные штрихи снизу прислоняю толстым краем правила. Не острым, а толстым. И вверх марка у меня вот черненькая я вижу. Я не до конца делала, потому что наверху, ребята, там потолок набавлен шлепком от застройщика. Значит, вот. Теперь, ребята, идем дальше с вами. Сейчас перенесу линолеум, потому что я задрала пол тут, ребята, пораженный грибком, чтобы он немножко сох. Так, где у меня? Вот он. Пойдем шлепки сейчас с вами нанесем. У меня кельма штукатуры. Так, вот вертикаль карандашом. Вот так. Наношу приблизительно через 30 сантиметров с задней стороной. Вот так. Ну, наверх, ребят, я не встаю. Сейчас залезу тогда. Так, беру, ребят, стремянку. Беру сейчас маяк. Управила. Так, маяк у меня тут. Один длинный, один покороче. Пойдем посмотрим, какой я сюда делала. Короткий, наверное, угол. Там блямба была. Ребята, идем. В общем, мне надо было разобраться в этой фукуде. Там же все написали, ребята, кто знающие. Они сказали, что фукуда это хороший у тебя строитель. Только не бегай с ним и не тряси его. А то можешь стрясти. Ключи, когда он уже установится, тогда включи лучи эти. Так, ребята, вот смотрите. Я нанесла раствор. Теперь я беру вырезанный в размер и по вертикали, который я крандашом вчера нарисовала на стене, немножко вибрирую, утапливаю свой маяк. Теперь. Ну что, можно сейчас спускаться, ребят. Снизу будем с вами его притапливать. Пойдем вниз. А вы мне будете на слова верить. Хорошо? Как я поступаю? Сейчас надо, как Сидорик делает. Давайте подотрем излишки, потому что вы тоже все повернуты на чистоте, я поняла. Вашу работу я, конечно, не видела, но все очень сильно исписались мне под роликом, где грязный шпатель в ходе работы у меня обнаружился. И кривой он был, между прочим, с завода, а не от того, что я его выработала, если что. Но вы молодцы, ребята. Вы мне за две недели его подняли в рейтинге, так, с описаниной. Что теперь это грязный шпатель, понимаете, он опередил мне все мои ролики. 160 тысяч за 14 дней, понимаете, его посмотрела. Так что надо что-нибудь еще грязного показать, чтобы вы дальше продолжали в этом же дочери, ребят. Я специально не удаляю, потому что, наверное, YouTube это засчитывает как ваша активность. Ну и я тоже считаю, что вы очень активны, хотя бы там по грязюке. Когда спрашиваю у вас по правилам, по маякам, тишина, понимаете как? Так, никто ничего не знает. А по грязи, да. Здорово, страница уже там не выдерживает натиска. Смотрите, не оброшьте YouTube. Так, ладно. Так, ребятки, смотрим работу. Так, девушки, внимательно смотрим, потому что вам это предстоит. Будете сами делать, и все будет хорошо. Беру свое правило, которое 32 мм от широкого края. Ставлю его. И придавливаю на эти 32. Вверх я придавила даже сильнее, чем надо. А низ у меня уперся в этот короб с проводами. Так, ищем 32 с вами. Вверх можно немножко оттопырить. Так. Вниз. Нормально встал, хорошо. Сейчас будем с вами примораживать. Берем вот эту кельму штукатуры. Она очень удобная, ребята. Она под 90 градусов к поверхности. И вот так вот снимаем излишки. Вот, смотрите, сколько у меня лишнего. И нам еще этот раствор с вами пригодится. А под маяки он как раз заберется. Соскребаю его лишнее, которое в ходе наших манипуляций выдавился раствор. Вот так лопаткой держу. И сзади снимаю и ведерко свою кладу. Вот, и оно как раз забивается. Там, где у нас не хватает раствора. Ну, как раз вот такое, ребят, знаете, оно получается, когда вот они профилем выжимают. Тоже прямоугольнички такие они натирают маяки. Так. Вот оно. Все хорошо. Мы молодцы. Все отлично. Это вниз, ребятки. Так, правило, видите, пришпандурилось само по себе. А вы говорите, шпателем мой. Вон оно, как липнет на ротбан. В алюминии. Я сейчас убираю пока лишние шипки. И они домиком таким стоят под маяком. По шерене мы в моей планке. Вот, а излишки я сейчас снимаю. Так, тут чего? Смотрим. Так, низ у меня стоит. А вверх у меня как? Вверх надо что? Подтянуть. Так. Вот так вот. Вверх тоже хорошо. Так, полочка. Поставлю он сейчас на полочку. Тряпка. Так, пойдем, ребятки. Ставлю на полочку. Смотрю, чтобы у меня штрихи на липкой ленте на моей 32. Еще последний сделаем. И потом с вами еще уплотним раствор. Продолжение следует...